всем привет друзья сегодня у нас пятница 4 августа уже конечно лето идет концу август самый шикарный месяц например для меня для южанки это сразу горы овощей фруктов дыни арбузы конечно же но вы знаете англия в этом плане вообще не такая то есть здесь каких-то сезонных фруктов или овощей практически нет это надо наверное жить самому на ферме или иметь какое-то свое хозяйство чтобы все это разводить самому а вот так все и зимой и летом одним цветом все продается одно и то же мне очень нравится здесь жить я стараюсь англию не ругать у нее очень много преимуществ очень много интересного здесь вокруг и жить здесь очень замечательно но то что есть то есть поэтому вот приходится иногда вам об этом и говорить то что у нас здесь пропала рыба я вам рассказывала почему я ума не приложу вот день за днем все хуже и хуже обстоят дела с продуктами мало того что цены растут растут не переставая давно не делала вам обзор по магазинам по супермаркетам с вами не гуляла не бродила если желаете друзья напишите я могу прогуляться и показать вам какие нынче цены здесь в английских магазинах слышу что в россии жара у меня на родине в ростовской области до 40 градусов жары это просто для меня немыслимо вот как раз спрашивают некоторые у меня почему я не возвращаюсь домой вот именно поэтому и не возвращаюсь потому что для меня в такой жаре уже непривычно жить и скорее всего так сильно менять сразу климат не очень хорошо ну а здесь вы знаете и июль месяц у нас был какой-то гнилой постоянно дождливый ну вот пришел август и вроде бы немножко и солнечные денечки были а сегодня так странно я выбралась с утра погулять и вот вы знаете неожиданно набежали страшные тучи если кто-то внимательно смотрит то видно на горизонте все почернело и хлынул дождь знаю знаю что в жару приятно послушать шум дождя поэтому я вам его немножко и показываю друзья но еще знаете что такое дождь в августе дождь в августе это значит пошли грибы но если пошли грибы то значит мы тоже пошли в лес и посмотрим что нас там ждет друзья увидела издалека вот эти белые грибы подумала что ой господи конечно же это какие-то поганки но все-таки подошла интуиция моя повела меня и смотрите что это друзья это чудесные шампиньоны вот они посмотрите шампиньоны красавчики красавчики вот они подъедены конечно они это поганка сразу видно а вот еще шампиньоны вот и вот это шампиньоны даже не сомневайтесь вот они видите и вот тут рядом еще парочка красных чудных шампиньонов показываю вам специально потому что знаете прям дошло до такого что мне пишут почему вы едите поганки как же так выбросьте срочно мы за вас волнуемся ну знаете друзья я уже в лесу наверное больше 20 лет своей жизни хожу поэтому говорить о том что я не разбираюсь грибах но и все таки же как-то вот видите сколько я чудесных набрала шампиньонов прекрасных а вот еще шикарный гриб гриб трутовик называется мирипулус мирипулус гигантский и он очень полезный вы знаете вот чаще всего если трутовики съедобные то они чаще всего полезные имеют много применения вот частности этот гриб он имеет метаноловый экстракт представляющий собой смесь насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в том числе пальмитиновой олеиновой или нолиевой называют его еще иммунодепрессивный гриб также сырой экстракт этого гриба лечит карциному легких он несколько похож на гриб баран если кто-то знает но вот у него кучеряшки более такие крупные а вот гриб баран занесен вообще в красную книгу и имеет очень много полезных свойств но встречается крайне редко и поэтому вы понимаете мою радость когда я встретила этот гриб мирипулус гигантский конечно же я его сорвала к сожалению у меня не было с собой ножа поэтому мне пришлось его срывать руками он когда молодой он очень мягкий и очень сочный единственная конечно у него проблема что он моментально темнеет белая его мякоть темнеет на срезе и очень сильно пачкает руки я вот едва едва вы мало свои руки ну и вот я хочу вам показать какую я приготовила икру из этого гриба мирипулуса я его сначала отварила где-то минут 50 потом пропустила через мясорубку и потом еще обжарила с луком минут 30 наверное но и вы знаете еще чтобы он был более такой насыщенный вкусный я добавила в него как ни странно свои маринованные лисички а это я показываю как мне пришлось очищать свои черные руки и пришлось срезать все ногти потому что ногти очистить от черноты мне не удалось с икрой я конечно повозилась но она стоит того всем рекомендую еще что-то я забыла сразу убрала со стола мыло тут убирала и забыла вам показать вот эту вот прелесть я знаете когда у нас начинается буйное цветение гортензии я ее вот таким вот образом огромным шаром ставлю в свою красивую вазу вот так она выглядит очень красиво пожалуйста не народ не ругайтесь на меня любители природы потому что вот эту гортензию я срезала у своей знакомой англичанки спросила разрешение но потому что просто так здесь не положено срывать стоит она на удивление очень долго кстати и выглядит стильно и красиво ремонт друзья хочу показать вам еще одну очередную посылку я получила от лэнберга сейчас прям мы ее с вами откроем тут я вам покажу одна посылка уже у меня съедена точно такая же вон она там сзади стоит видите а это у меня пришла сегодня новая посылку я вам не показала как она выглядит мне уже компания лэнберг наверно должна за рекламу доплачивать или как сказать дает делать скидки вообще конечно я про погуглила все по поводу икры это самая дешевая компания компания немецкая и вот она поставляет здесь имеет офис свой тоже в лондоне по-моему здесь видите у них так все упаковано серьезно здесь еще такой бокс сейчас мы его попробуем открыть где он тут у нас почему-то верх ногами стоит тебе раз так вот здесь еще мы надрезаем и открываем слишком уж конечно они тут стараются все это прекрасно упаковать ну слава богу называется очень хорошо упакован и вот так вот открываем здесь сразу у нас я заказала 5 баночек икры трески вот она икра трески 100 граммовая спрашивали откуда чего но увидите по-русски написано а здесь написано лэнберг название по-русски где тут производства я не знаю честно говоря я не уточняла но она довольно вкусная так и вот две банки я заказала красной икры вот так она выглядит 400 грамм такая баночка 25 фунтов и чем хороша она конечно тем что видите здесь есть еще такая крышечка эту открываете основную и потом вы же ее всю сразу не съедите не надо никуда перекладывать просто накрываете крышкой и она у вас хранится и не сохнет так и вторая такая же баночка я заказала две баночки красной икры люблю я это дело здесь они даже перекладывают видите такими пакетами которые самоохлаждающиеся ну вот они уже такие не очень холодные и что у нас получилось 5 банок трески видите да и 5 банок тоже 100 граммовых икры минтая вот она икра минтая точно также написано лэнберг а снизу написано по-русски икра минтая довольно вкусная вот сейчас покажу вам открыто у меня уже есть баночка это я конечно новую уже открывать не буду икру вот такая баночка икры у меня осталось с прошлого моего заказа она 300 граммовая видите да немножечко по-другому выглядит будем пробовать она стоит 24 фунта и выглядит она вот так мне знаете как тут вам ближе показать вот может быть даже может быть немножко жидковатая но нормальный вкус и очень даже неплохая вот прям даже ложку принесла чтобы вам показать там может быть темно вот такая икра до грузите апельсины бочками и кушайте икру ложками очень вкусная буду теперь заказывать и всем тоже кто живет в англии предлагаю ну а на сегодня у меня для вас все друзья не забудьте подписаться на канал и поставить лайк те кто еще этого не сделал всем добра и удачи всем пока пока удачи всем пока